и всем привет с вами travel camel и я аня утро у нас сегодня доброе почему потому что проснулись ленивыми но все равно собрались идти в поход да а что еще остается делать одним из моих пунктов важных в посещении австралии в бакет-листе уже давно стояла скала которая называется у лиденький в дословном переводе скала свадебный торт называется она так потому что имеет плоский вверх и как будто бы наслоение светлых коржиков под ней оказывается с тех пор как я узнала об этой скале к текущему моменту там уже побывало так много туристов а весь прикол в том что эта скала должна вот-вот отвалиться в океан я все время думала что я должна попасть в австралию до этого момента как она отвалится и сфоткаться на ней но из-за того что она в таком аварийно опасном состоянии ее решили закрыть для посещения туристов более того оградили территорию очень хорошо тем не менее к этой скале ведет трек и от нее тоже говорят он не менее живописный так что я все равно приехал и испытать свое счастье и посмотреть а вдруг нам удастся на нее взглянуть хоть крашком глаза сейчас мы с вами двигаемся на железнодорожную станцию проедем на поезде примерно час дальше нам надо будет взять паром и уже с парома пойти пешком ну примерно часик 4 прогуляться короче такой лайтовый день да вы поняли потом обратно весь этот путь вперед сегодня едем на маленьком судне точнее говоря плывем надеюсь уместимся лодки куча на воду но зато все были стилишки вышла на трек начинается безумно красиво и хотя вы видите тут есть абсолютно выжженные растения кусты выжженные на солнце сейчас очень печет хотя сегодня далеко не самый жаркий день но выглядит очень живописно все первый поворот и это крыша снос посмотрите на этот рельеф выглядит как картина тропа очень оживленный в определенный момент все действительно рассредотачиваются каждый идет своем темпе никто никому не мешает я также отпускаю людей которые спереди соответственно те кто сзади меня держит дистанцию давай насладиться единением с природой приятный морской бриз солнце шпарит но я рада потому что ближайшие дни обещают дожди кстати завтра ребят новый год уже да и я не знаю на ночь обещают дождь фейерверки с дождем они могут вместе вжиться сегодня первый раз за все время в пути я вспомнила что я мечтала когда приеду в австралию походить на руках потому что они же тут на руках уходят как иначе ребята походу нам не надо идти квазинки и крок вы посмотрите это скала тоже на грани того чтобы рухнуть и вы знаете я все время думала что когда я ее увижу я хочу на нее залезть но вот это по моему какой-то напрасный риск как считаете а примером служит вот эта скала вы понимаете что она держалась до сейчас уже не держится вот еще пример того что не надо на скалы залезать если не просят смысле если просят не залезать тем более не надо охотно верю стрём капец капец в общем состояние морально стабилизировалась как вы заметили последнее время последние дни я нахваливаю сидней но продолжаю упорно говорить что жить тут не хочу и при этом продолжаю упорно искать жилье на airbnb потому что сейчас новогодние праздники и это я такая шальная башка дай пирожка бронирую жилье только когда типа одно заканчивается значит надо искать другое другие то люди делают это заранее и при условии что на новый год сюда приезжает 2 миллиона человек вы понимаете какой сейчас ассортимент жилья на рынке в общем есть ощущение что хочу остаться еще подольше но цены очень кусачий каждый день мониторию rpnb booking короче посмотрим будет ли возможность или нет и с одной стороны я понимаю что я напрасно трачу свое время здесь я здесь не живу жить не буду а находиться здесь чтобы насладиться моментом какой смысл если потом ты все равно вернешься к себе домой там будет не так как тут ты только скажем береги свою рану понимаю что можно жить иначе но я не хочу переезжать правда все еще все еще не хочу потому что это очень далеко и долго от дома и я люблю своих родных я люблю город в котором я живу там есть свои нюансы наверняка и тут есть свои нюансы так что мне пока тяжело дается восприятие уж тем более рассказ вам о том как я отношусь к сиднею я так секунд назад смотрите на эту скалу это опасно не стоит туда лезть смотрите на эту скалу сейчас я сюда полезу вот так выглядит раскол ребят ну красиво не передать как начинаю понимать в чем прикол скалы и чем она такая особенно других посмотрите на рельеф много маленьких песчинок сложились вместе и сейчас буквально стали каменными они идеально белого цвета на солнце и это выглядит относительно любых других камней с очень сильным контрастом я тут шла думала про эту скалу и поняла что глупость какую-то придумали австралийцы любая скала может отвалиться в любой момент любая скала тут отвесная поэтому почему надо закрывать только эту непонятно от того что ходят люди на другие отвесные скалы чтобы сфоткать эту тоже непонятно в общем чего от сохраняют видите забор впереди так печально это выглядит при ближайшем рассмотрении все закрыто но если через ограждение снимает то чуть-чуть видно как она выглядит просто абсолютно белоснежная плоская скала из нескольких уровней которая висит над океаном знаю некоторые девчонки мечтают там во всяких красивых свадебных церемониях кольцах столько рад я же мечтала о том чтобы пожениться на этой скале но как видите наверное не судьба наверное не судьба иду и думаю есть там какой-то пляж какой непонятно стоит ли туда идти так сильно к воде спускаться и начинает видеться вот это вы только посмотрите что за восторг раз пляж вы видите второй два пляж и дальше продолжение побережья я уже хочу туда я уже хочу пешком идти дальше валяться на пляже сколько хочется вы посмотрите там вообще человек вот я 3 плюс 2 5 человек всего прикиньте 5 в такой красоте боже мой все ребят идем купаться дорожка постепенно становится все уже растение все больше забирает себе место все хушит австралия никогда не знаешь кого вообще ожидать вокруг еду сидит здоровье на ее афериться на прям на дороге вообще офигеть но пока я доставала телефон она решила что фоткаться не хочет и убежала еще тут есть лагуна но для меня лагуна не представляет особого интереса ох австралия ну что ты со мной творить смотрите сколько водорослей в одном месте сейчас мы с вами салат чука соберем мне сейчас так хорошо вы даже не представляете хочу зависнуть тут на целую вечность ну вот и все поскольку до отплыва еще полчаса взяла пирожок сижу смотрю на море в тенечке идеальные тайминги добралась до причала и но все поплыли теперь сижу снаружи чтобы все как следует подснять потому что очень красиво я все жду когда мы найдем с вами и благополучные районы сиднее пока кругом дикой красота а вот так закончилось мое путешествие на порвание кондуктор дал мне вначале один билетик а при выходе сказал ой ты же ездила туда и обратно меня есть для тебя 2 австралийский пикап короче ребят но неужели вы поверили неужели вы поверили что светло и я могу отправиться домой конечно нет мы идем смотреть ну ладно насчет самых высоких не знаю но знаю что это одни из самых старых точно они были созданы в эпоху мезолита и хотя эта зона является природоохранной она сильно изменилась в связи с присутствием человек пляж кранула очень популярен у австралийцев тут шикарные виды хорошие волны для серфа и в принципе можно приятно провести время а люди гуляющие по дюнам как вы можете догадаться с каждым годом сокращают их высоту так что это место хоть является заповедником но с каждым годом становится все менее и менее примечательно давайте вам разоблачение года значит все мы себе представляем что в австралии живет куча красивых подтянутых блондинов и блондинок которые каждый день катаются на серфе мальчики непременно кудрявые девочки непременно с прямыми волосами ребят я не знаю если у вас такой стереотип про австралийцев у меня таких нет второе разволочение те серферы которых мы с вами видели в фильмах ныне несколько постарели а молодежь на серфе не катается я не знаю с чем это связано серф вы увидите но зажигают на нем в основном дедули ну все короче погода окончательно испортилась понятно что никакой закат нам не грозит более того очень сильный ветер стараюсь снимать в перерывах но мне кажется все равно будет супер шумно иду на поезд потому что ехать мне все равно еще час до дома так что буду я где-то под закат а мне еще идет для нас монтировать так что увидимся с вами завтра на новый год с вами была я аня спасибо за просмотр пока пока последний взгляд я же говорила не на руках ходят